Привет всем! Меня зовут Николай Соколов. В этом занятии мы с вами попробуем обыграть вот такую небольшую пентатонику с квартами. Здесь мы будем с вами использовать широкую позицию. Для этого вам нужна растяжка. Очень хорошая растяжка. Сейчас мы попробуем потренировать данный ход. В правой руке мы с вами будем играть переменный штрих. То есть все будет вниз-вверх-вниз-вверх. Левая рука у нас будет играть такие нотки. Ну и назад то же самое. А теперь все эти ходы попробуем с вами разобрать. Смысл в чем? Смысл в том, что все эти ноты, которые вы сейчас увидели, мы будем играть их во фразе. То есть фраза будет состоять у нас из четырех нот. И все эти нотки у вас будут построены по восходящему движению. То есть вы сначала сыграли первые четыре ноты восходящие. Раз, два, три, четыре. Теперь следующая нота у вас идет. Следующее звено. Раз, два, три, четыре. Следующее звено также по четыре. Перешли, видите, в другую позицию. Затем далее безымянный пальчик идет сюда. Потом с указательного пальца меняем позицию. Делаем скачок такой кистью. Затем отсюда играем. И далее повторяем эту ноту. Нота ми у нас с вами идет на семнадцатом ладу. Мы ее дублируем на двенадцатом ладу для того, чтобы нам сделать петлю. Чтобы сюда прийти в сильную долю. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Перешли в другую позицию. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Данную фразу обыграем си минорным септаккордом. То есть мы его с вами можем играть как в секвенции, как мы сейчас с вами играли. И также можем играть просто без секвенции, просто ноты. Закончили. Достаточно интересно звучит. И в то же время у вас тренируется и левая рука, и правая рука. Переменный штрих тренируется, и растяжка, и знание грифа. Старайтесь играть этот пассаж очень чисто, очень аккуратно, чтобы у вас все растяжки все получились, чтобы переменный штрих у вас не сбивался. Кстати говоря, здесь по поводу штриха можно также играть и с виповым движением. То есть можно использовать тот самый экономичный штрих, который вы так все любите, про который вы любите говорить. Ничего в этом такого страшного нет. Главное, чтобы у вас было все аккуратненько, ровненько, чистенько, и чтобы было слышно нотки. Желаю вам успехов. Пока.